У кого теперь есть эта КМС, и как далеко они полетят, и у кого еще то ли не выросла, то ли не стерлась рожалка, будем говорить прямо сейчас. Меня зовут Ирина Узлова, и с нами Михаил Шетельман, политехнолог, традиционно вместе с нами. Михаил, здравствуйте, рада вас видеть. Здравствуйте, Ирина. Это я так просто смеюсь, но мы это оставим наконец нашего разговора о разуме, о рожалках и всем остальном на территории России безграничен, конечно. Границы Российской Федерации уже под вопросом, потому что на Курской области мы и Атакамсы, а вот как раз на Курской, как они любят говорить неправильно на Украине, а там это подходит. А у них там рожалки, значит у них все с головой, не совсем в порядке. Владимир Зеленский, президент Украины, подтвердил, да, да, Атакамсы есть у нас. Во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Данией Мэтте Фредериксон, президент Украины Владимир Зеленский воздержался от деталей, но сказал, и теперь у нас есть АтакамС, и мы все это будем использовать. А еще у нас есть длинные Нептуны, и это тоже очень хорошо, это 300 плюс километров. В то же время, напомним, мы вчера в нашем англоязычном интервью вспоминали, и вспомним и сегодня, что Путин буквально три месяца назад черным по белому говорил, что если полетят дальнобойные ракеты, то это будет означать войну всего НАТО против Российской Федерации, бедненькой, на которую постоянно кто-то нападает, и войну России, значит, против Соединенных Штатов. И что, Михаил, что дальше? Он с Трампом собрался воевать или с кем? И чем? Рожалками? Ну, он продолжает свои угрозы, только он их прямо сегодня продвинул, можно сказать, подписав вот это изменение в ядерную доктрину России. Примечательно, что он сегодня именно подписал этот указ, то есть об этом ведь все объявлялось. Объявлялось тогда же, осенью, те же три месяца назад, когда он угрожал, там НАТО заодно говорили, что все, мы доктрину переписали. Сегодня типа новый уровень, а сегодня мы ее подписали, тогда мы ее переписали, а сегодня мы ее подписали. Это прямо ого-го, какая угроза. Вот, поэтому угрожает он нам теперь ядерным оружием. Но это всего лишь опять угроза ядерным оружием, и, кстати, очень осторожная угроза ядерным оружием. Вот Медведев, например, сегодня или вчера заявил, что будут бомбить Киев ядерной бомбой, так что всем нужно быть готовыми. А посол России и Великобритании сказал, что Медведев не является официальным лицом, ему верить нельзя. Сказал сегодня посол, представляете, Россия и Великобритания. Говорит, нет, 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 что вы, что вы. Такой имеет право говорить только Путин, Лавров, Захарова, а Медведев не имеет права, вы его не слушайте, пожалуйста. Он частное лицо, сказал посол России и Великобритании. То есть они с одной рукой угрожают ядерным оружием, другой рукой боятся сами того, что они сейчас делают с этими угрозами. Ну, будут продолжать угрожать, да. Я тоже обратила внимание, что подписал Путин очередную ядерную бумажечку именно сегодня. Хотя сами изменения им в эту ядерную доктрину были внесены еще 26, если мне не извиняет память, сентября. И тогда Песков тоже, я помню, говорил, да это мы просто ее пересмотрели, как бы это же ничего не значит. То есть это напрямую связано с дальнобойностью. Но сколько процентов приблизительно, по вашим оценкам, Михаил, мы можем отложить на то, что у Путина вообще уже сдвинет крышку и он пойдет на применение ядерного оружия? Это полетит действительно на Киев, как говорит алкоголик Медведев? Или, возможно, куда дальше? Они же пропагандисты на их каналах грозят уже и на Вашингтон, и на Лондон, и на Париж? Ну, во-первых, к сожалению, нам одного процента хватит, поэтому тут зачем гадать о процентах. Надо быть готовым к любым сюрпризам и к любым процентам. То, что может прилететь, условно говоря, в Киев, это же вопрос, что это может прилететь даже теоретически. Как видите, мы ракеты в основном все сбиваем, почти все, которые летят на Киев. А почему вы думаете, что мы ядерные не собьем, собственно говоря? И куда они полетят? Никакой гарантии доставки-то у них нет совершенно, потому что патриоты стоят, все стоит. В Польше успели развернуть систему противоракетной обороны новую специально на границе. Это тоже от россиян. Поэтому это большой вопрос, куда они могут попасть своим ядерным оружием. Межконтинентально это другое, но межконтинентально не может в Киев попасть, потому что мы на одном континенте с россиянами. А куда они могут выстрелить? Да куда угодно они могут выстрелить. Но другое дело, мы же понимаем, что сегодня тысячный день войны, и если они выстрелят, то война войдет в историю как тысячедневная, поскольку закончено все будет в тот же день, когда будет произведен первый выстрел. Нам будет нелегко, но зато уж точно исчезнет Российская Федерация, причем в буквальном смысле с карты мира и с глобуса тоже. Это, конечно, предел был бы моих мечтаний, как и всех нас, на тысячный день войны, действительно, когда мы с вами разговариваем, и на 2011 году той войны, которую Путин против нас развязал. А я правильно понимаю, что тогда исчезнет Россия со всех мест, и фигуральных, и реальных, потому что удар будет на опережение нанесен? Ведь же все видно, спутники работают, разведка работает. Он не успеет даже руку, наверное, протянуть или нет? Это мне трудно сказать, потому что, ну как, все-таки удар они в теории нанести могут. Дальше есть средства ПВО. Все ли можно сбить то, что есть у россиян? Я не знаю, все ли западные средства ПВО способны сбить. Потому что все-таки большая часть этой ядерной ракеты российские, они же допотопные, те советские еще. Знаете, чем они в нас стреляли? Х-22, имя которой построено в 70-е годы. Это как раз Х-22, это должны были быть носители ядерного оружия. Они ими стреляют старыми очень. А насколько продвинулись средства противоракетной обороны на Западе? Ну, вы знаете, кстати, благодаря нам, я думаю, сильно продвинулись. Потому что на момент начала шли же только перспективы на разработки. Вот у немцев, например. Но немцы нам передали, Германия передала нам систему ПВО, которые были вообще не обкатаны и даже не приняты на вооружение Бундесвером. Потому что все нужно было очень срочно. Все испытания всего противоракетного, что бывает в мире, все было проведено у нас в Украине. Просто все абсолютно. И вот если мир сможет остановить ядерную атаку Путина, это будет благодаря нашим средствам, ну, нашим ребятам, которые испытали эти средства ПВО, усовершенствовали их, разработали и так далее. То есть наши же как? Испытывают, сообщают. Испытывают в смысле в бою, естественно, а не в теории. Вот. Поэтому шансы неплохие отразить эту атаку. Я не знаю. Дальше надо с военных спрашивать. Это уже пока я еще, честно сказать, не разобрался, каким именно образом нужно отражать ядерную атаку Российской Федерации. А насчет того, что ответ будет немедленным, да, конечно. Вот тут точно. То есть это до того, как это долетит до Америки или до каких-то западных городов, ответ уже полетит. Ну, а Россия, мы видим, что у нее-то ПВО есть, но это дырявое ПВО. Мы беспилотниками, извините, медленными, которые летят со скоростью автомобиля, ухитряемся разбомбить их склады, нефтеперерабатывающие заводы и так далее. Что ж тогда будет, если реальные американские атомные силы будут задействованы против российских главных военных центров? Потому что первые удары всегда по флотам и по штабам. Вот, собственно, что и произойдет. Все четыре российских флота. Один мы уже потопили, остальные три будут потоплены силами Балтийский, Северный и какой там еще остается Тихоокеанский, будут уничтожены силами уже американских ядерных ракет и британских ядерных ракет. Но даже в данном случае утоплены не подходит, слово. Они будут расплавлены и вскипечены вместе с водой. Ну, а дальше посмотрим. Да-да, и там явно будет больше 100 градусов. Ну, и не только Москве теперь будет нескучно. У нее там уже есть компания, вы правы, действительно, мы уничтожили больше 35% Черноморского флота Российской Федерации, который стал подводным флотом Российской Федерации. Ну, и вот дальше, да, пусть горят и пламенятся. Но, тем не менее, стандартный набор запугиваний Кремля не остановился только на Медведеве и всех пропагандистах. Пресс-алкаше Министерства иностранных дел Мария Захарова, пока Лавров на саммите G20, но это мы позже поговорим, прибывает, пообещала ощутимый ответ и адекватный. Слово адекватный от неадекватной Захаровой звучит, конечно, весьма странно, но тем не менее. Хорошо. А понятно, что если не будет этого ядерного удара, то какой же будет этот адекватный ощутимый ответ? Или скорее, Михаил, каким будет эта подача российскому плепсу этого ощутимого ответа? А вот что они еще такого могут придумать, чтобы показать? Вот-вот, мы отреагировали. А они российскому плепсу уже подают информацию о том, что ничего у нас не получилось. Ведь сегодня, как известно, согласно официальной российской информации, ракеты Атакамс все до единой были сбиты. И что там у них полыхало и взрывалось в Брянской области, мы даже понятия не имеем. Ведь туда прилетело, согласно официальной российской версии, шесть Атакамсов, и все шесть были сбиты. Вот, поэтому вот так они и подают, что не-не-не, мы все отразили, а мы с новыми силами. То есть они будут делать, давайте так, если не ядерное оружие, то все остальное мы уже видели. Нет в России ничего, ни одного вида вооружений, ни одного какого-то волшебного количества или качества вооружений, которые не были задействованы в войне против Украины. Просто не существует, кроме оружия массового поражения. Ну и то химическое в каких-то масштабах было задействовано, потому что Великобритания уже вводила санкции из-за применения россиянами химического оружия. То есть все, что осталось, это ядерное оружие. Нет, новостей мы физически не получим, а россиян нам будут рассказывать, что все атаки отражены. Да, действительно, мы как раз и показывали информацию российской информационной помойки ТАС, которая ссылалась на Министерство отбитых Российской Федерации, которое себя Министерством обороны называет. Они им дали комментарий, говорят, да-да, 5 из 6 сбили, а 6-ю Михаиловичи повредили. Ну не просто, просто все отбили. Но этот ядерный гриф, который мы увидели на территории Брянской области, как-то не очень подтверждает эту данную информацию на листочках. Но тем не менее, да, будут врать и врать, и это все проглотят. Я почему еще раз упомянула о Брянске, потому что это Брянск, а не Курс, да, и мы увидели, что, по всей видимости, разрешение на применение дальнобойного оружия не имеет границ. Просто зачем это все говорить в информационном пространстве, а вот ракеты сами за себя и начали отвечать. Да, это правда. Все эти опасения по поводу того, что разрешение ограничено Курсской областью, они ведь были, по-моему, только из Нью-Йорк Таймс. Потом все политики, которые высказывались, они ни разу про эти ограничения не говорили. Например, сначала МИД Германии, который сообщил, что им звонили из Белого дома и сказали, что сняты ограничения. Он не сказал, что сняты на Курсской области, он сказал, в принципе, сняты. Потом, когда выступал Боррель, глава дипломатии Евросоюза, то он тоже сказал, что вот официально сообщаю, что разрешили бить на 300 километров вглубь территории Российской Федерации. Тоже никаких ограничений он не упоминал. А 300 километров это не ограничение. Это не в смысле нам сказали, на 300 стрелять, а на 400 нет. Это просто технически нет у нас американского оружия, которое могло бы бить дальше, чем на 300 километров. Поэтому, да, все эти рассказы про Курсскую область оказались, в общем, слухами непроверенными. Да, да, и подтверждает это также помощник госсекретаря США по делам западного полушария Брайан Николс, который в интервью для ОГЛОБа подтвердил эту информацию. Там тоже никакого вообще слова о Курской области не было даже заявлено. Прекрасно просто. Ну вот пора. Пора уже было, конечно, получить это разрешение раньше, так, на дней 999. Ну хорошо, я преувеличиваю, но тем не менее, да. А вот мы сегодня размышлялись с военным экспертом, честным гостем наших эфиров, Романом Светоном, о том, что неужели пока северокорейские солдаты не появились, как еще одна сторона представителей ядерного государства, тоже практически участницы этой войны против одной Украины. Неужели это ждала администрация Байдена? Может, надо было раньше их как-то подвезти, что ли? Неужели раньше все эти зверства, которые совершал Путин за почти 11 лет своей войны, никак не могли смотивировать их дать это разрешение? Ну сейчас задним числом, во-первых, размышлять на тему, как им надо было поступить. Ну это уж такое в пользу бедных разговоров, потому что мы-то сразу знали, как им надо поступить. И много раз, собственно, этого и требовали на всех уровнях от Америки, от Европы, что нас, собственно, ставили в неравные условия с российскими агрессорами, тем, что ограничивали нашу дальнобойность. Вопрос, уверен ли я в том, что причиной этого разрешения стали именно северокорейские войска. Вот я не уверен. Во-первых, сегодня только, по-моему, кто-то из пентагоновцев сообщил, что у нас нет свидетельств того, что войска Северной Кореи принимают участие в войне. Вот прям такое, да? Одновременно было. Вообще, мне больше показалось, возможно, это догадка, возможно, это правда, не знаю. Но я вот вслух ни разу не высказывал, чтобы не сглазить, пока все это было, пока все это работало. С августа месяца и до сейчас, как мы помним, не было массированных бомбардировок Украины стратегической российской авиации. То есть все обстрелы были обстрелами либо дроны, либо это были ракеты прифронтового, так сказать, скажем так, действия, ну и КАБы. А стратегические ракеты не использовались. И я сильно подозревал, учитывая все вот эти многочисленные разговоры о переговорах между Украиной и Россией, о том, чтобы обменять, что нет ударов по энергетике украинской, и, соответственно, Украина вроде как не бьет по НПЗ. Потому что, да, мы били по нефтебазам, а по НПЗ не били. По НПЗ мы били раньше. По НПЗ мы били всю весну, а потом стали бить только по нефтебазам. Почему-то? Что, нам НПЗ разонравились, что ли? Странно, да? Мало вероятно, что НПЗ нам перестали нравиться как цель. И мне казалось, что это договор, что он существует, что это какая-то договоренность между Украиной и Россией, ну и, естественно, Соединенными Штатами Америки, как гарантом этого всего, или на уровне каких-то разведок. Как, например, нам сообщили недавно, что была такая договоренность зимой 23-24. Прошлой зимой такая договоренность была, если верить уже многим источникам. И вот тогда удар ночью с суббота на воскресенье воспринимается как нарушение этой договоренности со стороны россиян, выход из этой договоренности. И именно поэтому вдруг, вы заметите, в воскресенье следует разрешение. Воскресенье. То есть прямо вот в нерабочий даже день Америка разрешает нам бить вглубь территории Российской Федерации. Мне кажется, такая теория более ровная, что ли, чем история про северокорейцев. Там Аксиос вроде писали, что за три дня раньше до информации, которая появилась в медиа, было дано нам добро. Но там шла речь и о Курской области. Поэтому Аксиос тоже никакие официальные источники не ссылается, только на свои собственные. Поэтому, возможно, да, вполне такая история имеет место быть. И Россия... Я вообще не понимаю тогда опять, зачем эти договоренности с Россией проводить было, даже если на уровне не атак по НПЗ, а не по объектам критической инфраструктуры. Ведь вы правы, Михаил, именно объекты критической инфраструктуры и стали целью врага 120-40-90 дронов во время атаки 17-го числа. А ведь Россия все нарушает. Или это думали, что хоть на время как-то задержат? К чему? Ну, как все нарушает? Почему же? Вот действовала какое-то время, прошлой зимой действовала явно договоренность о том, что не бить по энергетике. Она действовала. И нам ни разу не ударили по энергетике за всю прошлую зиму. Поэтому все-таки я думаю, что наша война, хоть мы по-разному про это говорим, она все-таки не является полностью неограниченной. Какие-то договоренности между разведками периодически, мне кажется, происходят. Ну, скорее всего, опять-таки, с участием американцев. Я думаю, что это так. Но другое дело, что сидит Путин, как бы, да, и ему вот захотелось сейчас. Потому что, сами знаете, человек не самый здоровый. Не соответствует, как говорится, конституции Габона, как сейчас принято говорить в таких ситуациях. Потому что по новой конституции Габона президент обязан иметь здоровое ментальное и физическое состояние. Но Габон, это же не Россия. Россия, это же не Габон. Поэтому Путин может такую договоренность отменить. И кто же ему возразит? Потому что никто не придется и скажет, подождите, подождите. Мы же договорились с американцами по-другому. Так не годится делать. Россия, это га... Ну, я не буду говорить дальше, что все и так поняли. Да. Потому что, во-первых, я культурная. Во-вторых, мы работаем для Ютуба. Михаил, а захотелось просто так, как полагаете? Да? Или что-то все-таки триггернуло какие-то опасенницы? Не, ну вот в голову российскому руководству я залезть не могу в данной ситуации. Скажем так, у этого не было очевидных причин. Ну, прямо не было очевидных причин. И сейчас начинать выстраивать... Выстраивать теории заговора все любят. Но давайте, когда эта теория опирается на много точек... Вот, например, моя теория про то, что была договоренность по взаимным неударам по энергетике, потом договоренность нарушена была в обмен на неудары вглубь России атакамсами, потом это нарушено, и поэтому атакамсы пошли. Посмотрите, на что это опирается, на какие факты. На то, что реально, вот все лето они нас бомбили, а потом перестали. Это факт, да? Прямо с какого-то дня перестали. Хотя могли. Второй факт — это то, что мы тоже перестали бить по НПЗ. Ну, там, за исключением одного какого-то случая. Ну, за это мы каждую неделю били по НПЗ. Третий факт — это вот эти многочисленные публикации об этих таинственных переговорах ровно на эту тему. Вот вам три факта. Четвертый факт — что на следующий день после того, как они ударили, нам дали разрешение. Вот четыре факта подряд. И тогда мы уже как-то, выглядит теория более-менее стройной и надежной. Когда же говорят, ну, это Путин, потому что ему позвонил Трамп, ему звонок не понравился, значит, и Путин сказал, ах, так, если Трамп с таким звонит, тогда ударьте-ка вы по энергетике. Ну, на что это может опираться? Только на то, что Трамп, скорее всего, действительно звонил Путину. Больше ни на что. Как бы мало точек для выстраивания какой-то логической конструкции. А Путину еще звонил Шольц, и даже президент Украины Владимир Зеленский говорил, что вот такая атака — это показательный ответ вот таким тем, кто звонит Путину. Но кажется, что Шольц не очень понял этот ответ, потому что и в рамках саммита G20 Шольц говорит, да, у Руссы не дам. А почему? Ведь он же сам перед тем, как вылетал на саммит в Бразилию, сказал, что я понял концепции и видение Путиным и его кровопролитной войны, это я от себя добавляю, кровопролитной войны, которую он ведет, не изменились. Не изменились, и позиция Шольца по Таурусам не изменилась. Он что, любит слово «не изменять»? Ну, похоже на то, кстати, да. Во-первых, он, да, действительно подробно рассказал, изложил достаточно вот этот свой разговор с Путиным пятничный. И из этого разговора, то есть что приятно, когда слушаешь Шольца, что он не придумывает каких-то сложных конструкций, он реально пересказал все, что было. Что я позвонил, сказал вот это, сказал это, объяснил, что будем поддерживать Украину, потребовал вывода войск. То есть он исполнил свой формальный весь номер, он его исполнил. Ему в ответ было сказано, что позиция Путина не изменилась, что отдайте нам Запорожье, отдайте нам Херсон, отдайте нам всю Донецкую область, тогда мы сядем за стол переговоров. Шольц, я думаю, был несколько удивлен. Вот прямо думаю, что он был удивлен. Он-то рассчитывал на то, что раз Трамп тут что-то звонит, значит, какие-то переговоры, наверное, намечаются. Оказывается, не намечаются, зря приходил. Поэтому вывод, который он сделал, он же немец, понимаете, немец. Он из такого, вот когда он видит яблоко, он делает вывод, что оно выросло на яблоне. А не то, что может здесь есть какая-нибудь нажива и где-нибудь еще есть груши, да? Это разные логики. Это у нас такая вторая логика. А у него, если бы сказали, что переговоров не будет, то он говорит, значит, переговоров не будет. Они говорят, значит, надо потреблять Таурус. Вот. Для Тауруса должно произойти что-то принципиально другое. Для Тауруса должно произойти что-то принципиально другое. Хотя сейчас это вообще такая странная получилась история, но она, похоже, уже получилась. Поэтому у нас уже нет шансов при Шольце обрести Таурусы, потому что они стали предметом размежевания межпартийного в Германии на этих выборах, которые в любом случае в 2025 году предстоят. Мы не знаем, досрочно они или будут, или регулярные, или недосрочные, но вот ХДС, ХСС с ее позицией мы дадим Таурусы, и вот социал-демократы с позицией мы не дадим Таурусы. Это прямо прошло линия разделения. Чтобы ее изменить, надо очень, понимаете, это получается Шольц пошел на поводу у ХДС, ХСС, у господина Мерца. Это уже становится таким внутриполитическим сильным фактором, если он эту позицию меняет. Прогнулся под ХДС, ХСС, ничего себе. А почему, мне кажется, что Борис Писториус, который сейчас министр обороны Германии, который тоже есть кандидатом на те выборы, так тоже я подумал, что должно произойти выборы в Германии, да, и он тоже представляет социал-демократа, мне кажется, что он мог бы пойти на этот шаг, нет? Да, потому что он ястреб, он сразу рассматривался как ястреб в команде Шольца, но, безусловно, решает Шольц, тут министр обороны не принимает таких решений. Писториус может оказаться кандидатом, да, действительно, ведь сейчас, если будут эти выборы, ну, в любом случае они будут, социал-демократы еще будут определяться, кто, собственно, во главе с кем они идут на эти выборы, и может оказаться, что во главе с Писториусом. Но это не означает, что он во время, до выборов может такое решение принять, это же все только после, если он побеждает. Блумберг писала, что, возможно, они будут уже в феврале эти выборы, там уже недолго, а то подождем. Ну, а возможно, да, если... Да, 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 там есть шансы и в январе, кстати, даже в январе вроде бы, я там точно не знаю законодательство, но первый прогноз был про январь, дальше про февраль и март такие. В начале декабря должны голосовать за вотом доверия к правительству Шольца, и уже тогда будем посмотреть и обсуждать, уже тоже тут не так долго и осталось. В то же время президент Польши Анжи Дуда, мне кажется, что смотрит на яблоко и видит грушу, но может и нет. Он считает, что Олаф Шольц пытается остранить новоизбранного президента США Дональда Трампа от переговоров по завершению войны России против Украины. Ну, мне кажется, что это слишком глубоко копнул Дуда, или нет? Это было бы слишком амбициозно для Шольца, во-первых. Он тоже, он не берется за нереальные задачи. Вот давайте так вот оценим. Я понимаю, что это все, давайте только относиться к этому, все, что я буду говорить с юмором, конечно, это сейчас несерьезно. Это огромная страна, огромный важнейший политик мировой, господин Шольц. Но если посмотреть на весь его творческий путь с 24 февраля, то мы, безусловно, должны быть, во-первых, благодарны Германии, потому что под руководством Шольца она превзошла наши ожидания. Вот если Соединенные Штаты нас расстроили по многим позициям, где чего-то не дали, не додали, дали поздно, дали мало, то Германия – это страна, которая превзошла наши ожидания, дала нам больше и легче того, что мы ожидали. Мы ведь тогда называли Германию слабым звеном Евросоюза в плане поддержки Украины. Мы боялись, что Германия будет слишком, как сказать, манипулируя Ямара, Россией через газ, поставки там нефтепродуктов и так далее. Выяснилось, что нет, Германия смело от всего этого отказалась, смело стала нам поставлять оружие. Это одна сторона медали. Другая сторона Шольц всегда говорил настойчиво, мы не будем первыми, мы не будем в этом первыми. Мы не будем первыми поставлять танки, мы не будем теми, кто первыми сделает вот это. Мы не будем теми, кто первые отправит войска и так далее, и так далее, и так далее. Вот это все была его концепция. Причем он даже в начале войны ее объяснял. Мы немцы, у нас травма, мы первыми не будем вот в Украине там с русскими воевать. Если в рамках коалиции, если американцы пошлют танки, мы пошлем танки. Если НАТО поедет, мы поедем. Сами – нет. Поэтому я думаю, что и в этом вопросе как-то брать на себя попытку лидерства, что ли, мирового, Шольц вряд ли не похож на такого человека. Мы уже вспоминали о переговорах, о них вспоминает опять и Китай. Пока постпред Российской Федерации при он, лысый недоумок Василий Небензе говорит о том, что это, оказывается, инсценировал убийство в Буче Борис Жонсон, который тогда был премьером Британии и приезжал в Киев с визитом. Ну и сам, наверное, трупы раскладывал Небензе, по всей видимости, так считает. Это передает The Times. Есть другой заместитель постоянного представителя Китая при он, Гэн Шуан. Он даже на фоне всех зверств Российской Федерации и заявлений Небензе призывает дальше к скорейшим переговорам между Россией и Украиной, потому что отмечает, что обе стороны остаются одержимыми достижением победы силовым путем. Но если бы Китай не помогал России, то, может, она бы не такая одержимая, конечно, и была, отвечая этому Гэн Шуану, хоть он нас, наверное, и не услышит. А о чем эти и кому адресованы эти уже заложенные заявления Небензе? И почему Китай опять-опять? Мы что-то давно их не слышали с Бразилии о переговорах. И вот опять Гэн Шуан. Да, насчет Китая могу только одно, пожалуй, сказать. Потому что, конечно, я не знаю, что там Гэн Шуан, почему вдруг заявляет. Это надо Джейн Миджибао читать, а я не умею. Но вчера произошло историческое событие в плане китайско-бразильского мирного предложения. Вчера оно было отвергнуто, если вы заметили. Прямым текстом отвергнуто россиянами. Вчера Песков сказал, он отвечал, правда, на мирную инициативу Эртогана. Сказал, что нас не устроит мирная инициатива никакая, в которой предполагается, что война будет заморожена по нынешней линии фронта. То есть, у них есть требования по территориям, что вы должны отступать дальше, и тогда мы с вами согласимся вести мирные переговоры. Все, что говорил Путин, начиная с мая месяца этого года. То есть, таким образом, он автоматически отвергает не только Эртогану, но и китайско-бразильскую мирную инициативу. Там же заморозка по линии фронта. А он поговорит, не-не-не, по линии фронта мы не согласны. Но это тоже, как бы, это же, как вам сказать, Рио-де-Жанейровская интерпретация мирного плана китайско-бразильского. Почему Рио-де-Жанейровская интерпретация? Потому что, если почитать по-буквенно, так сказать, дословно, в чем состоит мирный план, то там нет вообще ничего про это. Просто ничего. Там нигде не написано ни про линию фронта, нигде замораживать. Там написано, что все должны делать максимальные усилия, чтобы как можно быстрее преградить огонь. Точка. Все. Это все, что там сказано. Вот. Поэтому тоже очень это все сложно комментировать. По поводу выступления, значит, этого российского представителя и по поводу Бориса Джонсона. Не зря он вспомнил Бориса Джонсона, мне кажется. Борис Джонсон как-то заметили, если вы активизировался, ожил, можно сказать, вернулся из политического небытия. И, возможно, чего-то хочет сделать. Ну, у него есть тем более возможности, потому что выборы, конечно, не скоро, но он может возглавить партию снова. И он может надеяться, что его Трамп назначит премьер-министром Великобритании. Потому что он лучший друг Трампа. Из британцев имеется в виду он лучший друг Трампа, политический друг. И посмотрите, сколько заявлений делает Борис Джонсон. Каждый день он пишет какие-нибудь статьи, посты. Он приветствует решения Трампа. Одновременно он требует чего-то от Российской Федерации. Одновременно он поддерживает помощь Украине. То есть наш большой друг, он остался нашим большим другом. И он сейчас вдруг стал таким большим публичным игроком. Я даже могу предположить, что, может быть, он сейчас претендует на какую-то должность, о которой мы не знаем в каких-нибудь международных структурах. Ну, например, хотите вам такую дикую версию выдам абсолютно? Представьте себе, что он становится спецпосланником президента США по Украине. А это не дикая версия, я тоже так думаю. Там о каком-то Борисе Эпштейне говорили, но его не любит Илон Маск. И вообще половина окружения Трампа. А я так понимаю, Трамп тоже. А тут, да, да, причем он вхожий, поражен везде. А вроде как получается, что это уже такая трехсторонняя сразу. Он посланник Трампа, но он при этом британец. То есть отражает как бы единство трансатлантическое в такой ситуации. Но без НАТО, потому что все понимают, что Америка и Британия, это еще не НАТО вообще. А как-то НАТО это вот все остальные. А такой англосаксы по-настоящему решили поговорить с Россией. Это было бы красиво, как минимум. И как минимум будет подтверждать все их заявления о том, что это англосаксы, против них и воюют, в принципе. Да, конечно. Так вот раз вы сказали, что мы с вами воюем, так давайте мы же с вами будем разговаривать. А вы как рассчитывали? Прекрасно. Мы настолько синхронизировались уже с вами, Михаил, за два года практически нашего общения, что о Борисе Джонсоне был мой следующий вопрос. Потому что я тоже обратила внимание на его активизацию и предложение. Три шага предлагает Джонсон. Один из них уже мы обсудили сегодня. И уже мы имеем это использовать ракеты АТКМС для ударов по российским базам. И еще Джонсон призвал предоставить Украине кредит на 500 миллиардов долларов, такой под ленд-лиз. И что тоже, да, в принципе, может вкладываться в планы, кстати говоря, Трампа. Потому что о таком предоставлении Майк Помпео, который не войдет в администрацию, но летом, помнится, писал. И объявить дату вступления страны в НАТО предлагает Борис Джонсон. А может мы можем увидеть еще вот такие, смотрите, это тоже вкладывается в такие шаги к усилению нашей позиции на переговорах. И не только, пусть не дату, а приглашение в НАТО. Возможно, мы и сможем увидеть от этой администрации или следующий Белого дома. Мы, скорее всего, конечно, не увидим от этой администрации никакого приглашения. Роль вот этого текста, вообще последних выступлений Джонсон, она имеет вес по причине того, что это друг Трампа. Ну, действительно друг Трампа. Посмотрите, что Трамп видит в нем своего союзника, соратника. И он сколько раз ездил к Трампу, поздравлял Трампа и все вот эти разговоры первым поздравлял. Он настоящий трампист, такой британский трампист Борис Джонсон. Вот, поэтому все эти слова не пустые. Потому что я уверен, что Джонсон это один из людей, которому, ну уж в Европе, это, наверное, главный человек в Европе, которому прислушивается Трамп. Вот в Европе никого больше нет такого уровня людей. И это, он как бы, он будет нам служить отличную службу Борис Джонсон. Когда вы говорите, что еще какие-то люди, еще какие-то инициативы, что-то еще, да нет, хорошо, что у нас такое есть, честно говоря. Да, кстати, мне все это нравится и будет очень интересно, если наш, ваш, уже наш прогноз на то, что он может занимать такую должность спецпосланника, спецпредставителя Соединенных Штатов Америки по вопросу урегулирования решению, завершению нашей победы, надеемся, российской и украинской войны. Вот поговорим. Тем более, что ваши, Михаил, прогнозы зачастую сбываются. Они же базируются на анализе фактов и аргументов. Двигаемся дальше. Резон нам задает такой вопрос, короткий и хороший. Андрей Смирнов, один из редакторов издания «Нью войс», который я тоже люблю, он так написал эту рубрику, что это было. И что это было действительно. Я сейчас о саммите G20, где почему-то еще был Лавров, где был один абзац в Украине, ну пусть говорят ракеты. Мы уже наслушались о обеспокоенности, о стурбованности и всем остальном. Ну, собственно, а зачем тогда собирались? Нет, ну они же собирались не про Украину, перестаньте. Это саммит G20, это не саммит украинский. Это саммит вообще весьма странного формата, если подумать, кто туда входит. Это как будто бы Брикс сошелся с большой семеркой, понимаете? Ну, правда, какой Брикс тоже, какой Брикс, как сказать. Тот старый добрый Брикс, вот. Старый Брикс с большой семеркой. Потому что есть новый Брикс, в который уже входят всякие странные образования, типа сирийцев, шри-ланкийцев. Нет, Шри-Ланка хорошая еще страна. А вот кто-то там есть похуже, мягко говоря. А, Иран входит в новый Брикс. Ну, с тех пор, как он стал уже Сосибурекас, а не Бриксис, когда поменялась аббревиатура. Вот. Вот если взять старый Брикс и G7, то они пересекались все время вот на этом мифическом G20. Поэтому мы никогда не видели ни одного решения G20. Давайте, вот война идет у нас три года. И за три года было штук, не знаю, 10 саммитов G7. И каждый саммит что-то нам приносил. Ракеты, деньги, кредиты, решение отобрать деньги вот из замороженных фондов российских и передавать их Украине и так далее, и так далее. Это решение. И также это выдавало решение и в другие стороны, естественно, не только в украинскую. То вы когда-нибудь слышали про решение саммита G20? Когда? Я помню, что первый раз, когда во время нашей войны впервые проходил такой саммит, а было это аж в Индонезии, по-моему. Вот когда Лавров запил, перенюхался в джунглях, а Боджи и приехал на *** футболке, да, в последний момент с опозданием. И почему-то с Захаровой в одном номере оказался. Ну, все это была такая интимная очень история, безусловно. Радостная для нас, но интимная. И тогда единственный раз, когда мы еще как-то следили за тем, что будет написано в этой декларации саммита, вообще ничего не нашли. Ну, в смысле, что-то там было такое вообще. С тех пор уже был третий саммит. Но мы уже понять не имеем, что там написано. И единственный вопрос, который нас волновал, это Путин будет ли арестован, пустят ли Путина и так далее. Путина не пустили, сказали арестуем. Все, мы на этом успокоились. И дальше, что еще было на этом саммите G20? Вот было то, что Джо Байден ушел в джунгли, я думаю, вы видели, к сожалению, эти кадры, когда он навсегда уходит в джунгли и уже не возвращается. И пожатая рука Макроном Лаврова. Что, конечно, неприятно, но у меня тут есть версия неофициальная такая, скажем так. Какая? Ну, понимаете, возможно, но это я очень хочу верить в лучшее же. Хочется же верить в лучшее в людях. Не знаю, как вы, а мне всегда хочется верить в лучшее в людях. И мне кажется, что Макрон, он же знал, что в Бразилии много диких обезьян. И понимаете, да, и вполне возможно, что он когда фотографировался, он думал, что их просто с мартышкой фотографируют. И вот какая веселая мартышка, и с ней все фотографируются. Но он же не мог поверить, что это человек, потому что он увидел российского министра иностранных дел настоящего. Я думаю, что в этом дело, что он перепутал в этом смысле. И он увидел, как все гладят эту мартышку и что-то с ней там делают. Ну, он действительно похож не мартышка, а вот это гамадрил или что-то такое. Гамадрил, да, гамадрил. Он же не знал, какой тип обезьян водится в Бразилии. Я думаю, что Макрон поэтому оказался. Но как они запели, как они возрадовались. Лавров уже поет дифирамбы прямо сейчас, прямо из самолета. По поводу... Он радуется, что ему пожал руку Макрона. Он сказал, я не буду мыть эту руку никогда, никогда больше. Да, он официально это заявил, кстати, через МИД. В России просто все на ГАА начинается, как мы видим. Но Лавров, конечно, схожесть на лицо с гамадрилами не только лишь. Поэтому больше, чем рукопожатие Макрона, я думаю, скальпиджи скажут Лаврову. И не только лишь. Поэтому уже бог с ним. Спасибо, здесь поняли. Ну и на бантик, так сказать, оставила я эту тему. Знаю, что и вы, Михаил, обратили внимание на это заявление в своих стримах. Друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на YouTube Михаила. Михаил Шетельман в описании под этим видео. Вы найдете активную ссылку. Не найдется уже здравый смысл на территории Российской Федерации. Никогда как нищий лампа диагена не поможет. Значит, там есть такой депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков. Конечно же, он представляет единую рассосию. И в эфире интервью радио Комсомольская правда этот не товарищ. Сказал, что война в Украине началась из-за права женщины на аборты и желания жить для себя. Грубо скажу, сказал Ильтяков. Вполне возможно, сейчас война происходит как раз от таких событий, когда прерывают искусственную беременность. Кто это вдруг решил, что нужно вам давать делать какие-то аборты? Господь сказал, плодитесь и размножайте. Поживете в гробу для себя поживете. Пока рожалка работает, делай, что вели тебе данное на земле. Ну и дальше бред всякий разный. Теперь, после этого высказывания, бывший следователь Следственного комитета РФ Екатерина Герлах обратилась в прокуратуру. Надо же проверить слова депутата на разжигание ненависти, вражды и экстремизма. Поэтому она, наверное, и бывший, раз такими просьбами обращается. На что Ильтяков уже ответил комсомольской правде, что не видит в своих словах грубости. Говорит, а что тут грубого? Это детородные функции. Матка, яйцеклетка, сперматозоид в общей сложности рожалка. Новый термин. Биологи сейчас тихо плачут просто-таки. Михаил, я не буду спрашивать о его заявлениях, конечно, тут ничего странного. Да, но не приходит в голову этому Ильтякову, что война началась, потому что Путин, его единый рассосиец, ее и начал. Боже, вы выдали такой монолог, в котором было столько аллюзий на разные предметы. И я уже в шоке. Я сейчас буду каждому слову придираться. Во-первых, вот эта бывшая, которая выразила возмущение, у нее же фамилия Герла, как вы заметили. Вы так сказали. Герла. Вы не застали, но понимаете, 80-е Герла, это девушку так называли. Я помню, да. Помните, вот Герла, думаю, ага. Его бывшая Герла, значит, недовольна, потому что у нее там что-то не то с рожалкой и рассосалкой. Ну, да, у кого что там, в общем, вот. Это первое. Второе, то, с чего вообще начали этот спич, вы употребили слово, знаете, какое? Стримы. На стримах. Да. Это меня совсем умилило, потому что это такое производственное слово. Ведь меняется ударение в русском языке, когда слово становится производственным. По нефти, да, 8 килограмм аммиака вместо аммиака. И так далее. Вот так же на стримах. На стримах. Такой прям, да, очень внутренний телевизионный, видимо, термин. На стримах, а не на стримах. Да. Ну, а насчет рожалки, которая у кого-то выросла, а у кого-то не выросла, то, если серьезно прям к этому отнестись, то, мне кажется, это очень недооценивают сейчас. Недооценивают многие в России. И для меня самый яркий пример – это Ксения Собчак, как ни странно. Ксения Собчак, она выразила недовольство тоже. Вот как и Герла, но она же тоже Герла, поэтому она выразила недовольство вот этим вот заявлением про то, что рожалка, пока рожалка есть – рожай, да? Пока рожалка работает – рожай. Она написала возмущенный пост у себя в соцсетях, где сказала вот этому депутату, что пусть он сам себя отрастит рожалку и сам пусть рожает, если так. Логично, в принципе. Хотя где он должен отрастить рожалку на месте кончалки? Я не знаю, в общем, короче, где-то, да. И дальше произошло следующее. Я вот подумал. Ну, хорошо, Ксения Собчак – человек, который поддерживает войну, поддерживает войну, поддерживает оккупацию в наших территориях. Она прямым текстом говорит, что я поддерживаю российскую армию, потому что, раз это наша армия, то я ее поддерживаю. И при этом она думает, что вот армия и война – это отдельно, а рожалка – отдельно. Да, вот это я и о чем-то. Она не находит этой связи, понимаете? Она думает, что она будет поддерживать армию, и все, тогда она как бы нормальный член российского современного общества. Ей все будут благодарны, везде ее будут пускать, она будет допущена везде, где надо, и так далее. Но нет, ее заставят рожать, безусловно. Она не понимает, что именно это и есть государственная политика Российской Федерации. Этот человек отразил полностью государственную политику Российской Федерации, которую когда-то сформулировал Ясер Арафат в отношении палестинского государства будущего. Он сказал, что матка палестинской женщины – это главное оружие палестинского народа. И сегодня, перефразирую это, конечно, все выражения, все слова Путина и других политиков России, Володина, говорят о том, что матка российской женщины – это главное орудие российского народа. Когда у них кончится все, они будут просто рожать неких существ, которые будут продолжать и продолжать эту войну. И, безусловно, мимо матки Собчак тоже эта вся история не пройдет. Это тоже будет оружие российского народа. А она думает, что можно будет только ртом, но нет, ну, работать в смысле на победу Российской Федерации не получится, никто не пройдет мимо, даже те, кто блестяще работают, да, ртом. Ртом, да, работница ртом все-таки придется вспомнить о другом слове на R – о рожалке. Ну, рожалок у них на нас не хватит. Это мы их остановим раньше, чем успеют понарожать. Михаил, спасибо вам огромное за эту беседу и с юмором, и при этом с реалистичными оценками. Благодарю вас безгранично. До новых скорых встреч. Всего доброго. Спасибо, Ирина. До свидания. Михаил Шительман, как всегда, единственный неповторимый. Был вместе со мной, Ириной Узловой, друзья. Спасибо большое, что провели с нами это время. Оставляйте свои комментарии. Уверена, что сегодня вам точно есть что сказать. И также, если у вас тоже возникают интересные юморные ассоциации, тоже их пишите. Всегда и чувство оптимизма также позволяет нам ни в коем случае не покидать чувство надежды и веры в нашу победу. Какой бы день войны сейчас не был, мы все равно победим. Верьте в вооруженные силы Украины. Верьте в себя. Подписывайтесь на YouTube 24, на YouTube Михаила. Увидимся и победим.